Новый день и новый у нас. Пациент в виде кулера. А, сколько здесь моделька неинтересна? Ну, вроде бы, все включается, но... Говорят, что нет нагрева. Холодная водичка течет, а горячая нет. Разбираем, ищем проблему. Не включение, а сзади находится на панели у нас холодная и горячая. А нет, вентилятор включился. Да, как ни странно. Он дует у нас и во время холодного, и горячего. А вот это у нас, скорее всего, может быть, загорается, когда водичку залить. Там, скорее всего, дача-то однозначно достает, что вода нет. А, где водичка уже? Пролива воды нет. Ни холодной, ни горячей. Температура не нагревается. Однозначно придется разбирать, смотря, в чем же причина. Водичку нам нужно было добавить еще в емкость сюда. И потекла водичка. Сейчас подождем, все-таки может включиться нагрев. Пришлось сам аппарат колебательные действия произвести влево-право, чтобы воздух вышел из системы. Будем в режиме ожидания ждать. Добрались. Чуть-чуть распрутили вот заднюю, верхнюю панельку, сняли. Сейчас протестируем вот эту кнопочку у нас. Красную нагрева, звонится ли она, не звонится. Вот находится у нас здесь бойлер. Два термостата, сейчас мы их проверим на холодную. Работают ли они. Ну, то есть они должны прозваниваться. Однозначно. На холодную. И будем дальше смотреть уже. Тут у нас плата управления еще находится. Это у нас бойлер охлаждения в пенопласте. А это бойлер у нас нагрева. Чуть неудобно мне здесь снимать такой инструмент в хабаритме. Будем искать уже саму причину и уже оценируем вам. Если я найду, конечно. Ну, надеюсь, на это. Что у нас? А, вот еще предохранитель вижу в корпусе. Видимо, здесь должен быть. Для удобства решил снять вообще вот эту панель. Ну, она снимается вот так вот для доступа. Оказывается. Так. Ну и что? Вот я, в принципе, и нашел у нас проблемы вот эти два термостата. Смотрите. Проверяем этот. Верхний. Сейчас, секундочку. Не сильно удобно, ребята. Оп, на контакте. Он звонится. И вот второй у нас. Сори за неудобный. Так. Вот. Попал я на контакт 100%. А он не хочет звониться. Мы ему звоним, а он не отвечает. Вот и виновник. Того, что отсутствует нагрев. Что? Сейчас мы его выкручиваем. Смотрим его параметры. Заказываем. Идем устанавливать. Так. Вот изъят наш термостатик. Сейчас мы его еще здесь попробуем прозвонить. Он молчит. Не хочет. Что мы? Посмотрим. Давайте сейчас вот эту термопасту протрем. И нам откроются номиналы. Так. КСД 301. Значит, смотрите. В чем прикол нашего вот этого термостата. Что здесь есть кнопка. То есть это аварийный у нас термостат. Он запасной, так сказать. Когда нагрев пошел более 97 градусов, как здесь указано. Срабатывает защитная функция. И он вырубается. Вот смотрите. Сейчас он звонит. А вот именно вот этот верхний, он должен срабатывать на 97. Включился, выключился, включился, выключился. Скорее всего, он не сработал на 97 градусов. И уже сработала нижняя защитная термостат. А вот этот термостатик у нас на 88 градусов. То есть вот этот под замену. А тот мы оставляем как защитную функцию. Он все и выполнил. А этот не сработал. Он коротнул, на постоянку работает. То есть когда уже сколько у нас тот 97. Вот он даже на 97 не сработал. И этот под замену. Вот имеем уже в наличии новый термостат. Сейчас мы его коннектим на посадочное место. И я думаю, что будем собирать и уже проверять. Все, собран аппарат. Коннектим 220. Так. Где у нас там сейчас красную кнопочку включен? Опа. Опа. Все. Горит у нас лампочка. Повар. Нагрев. Зеленую мы не включали. Холодная нам неинтересно. Все. Переходим в режим ожидания. Будем тестировать. Так. Лампочка погасла. То есть нагрев уже полноценный прошел. Сейчас проверим, какая температура водички. Отлично. Отлично. Видно, что градусов 90 с испарением. То есть, отлично. Все получилось. Ставим жирный лайк. Подписываемся обязательно на технический канал. Здесь масса всего электрического, технического. Будет много интересного. Всем пока-пока. Подписываемся. Попробуем. 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 Попробуем.